Объем муниципального долга Сыктывкара около 700 миллионов, дефицит бюджета больше 200. Поэтому и оптимистичным бюджет столицы быть не может. Тенденция обнародована сегодня на сессии совета. Впрочем, народные избранники с легкостью приняли главный финансовый документ. Ольга Коняева о цифрах. Главным вопросом на сессии стал бюджет города на 16-й год. Документ бурно обсуждали на 7 заседаниях. Вот и сегодня некоторые все равно оказались против. Я уже высказывал наши аргументы против принятия данного бюджета. Это рост дотационной части бюджета, снижение налогов и неналоговых доходов. Причем, еще раз говорю, на мой взгляд, эта позиция весьма оптимистична. Рассматривается разработчиками данного бюджета. Резкий рост муниципальных заимствований. Если в 2015 году в бюджете было заложено обслуживание муниципального долга порядка 56 миллионов рублей, то в 2016 году эта сумма выросла до 120 миллионов рублей, в 2018 году до 130 миллионов рублей. Масло в огонь подлили надзорные органы. В бюджете 2016 оказывается не предусмотрены обязательства по исполнению судебных решений. Это очистные в поселке Краснозатонский полигон бытовых отходов и укреплений береговой линии Сысалы. На строительство укрепительных сооружений потратили уже 286 миллионов рублей. Однако все сделанное может попросту быть с весенним паводком. В природоохранной прокуратуре уже отмечают смыв песка и щебня. Ущерб водным ресурсам оценили в 10 миллионов рублей. На одномоментное исполнение всех судебных решений, которые копили прежние мэры, сейчас муниципалитету требуется больше 2 миллиардов рублей. Цифра фантастическая. Это треть всего бюджета. Выход раскидать обязательства на несколько лет вперед, говорит новый мэр. От берега укрепительных работ никто не отказывается. На них заложено 80 миллионов. Необходимые еще 60 ждут от Москвы. Просто самой набережной пока не будет. Сейчас мы проводим конкурс на весь объем выполнения работ, где, конечно, мы предусматриваем федеральные деньги. Но если их не будет, мы для себя решили, где мы будем брать их из городского бюджета с тем, чтобы эти работы обязательно выполнить. Бюджет на следующий год дефицитный, и этим все сказано. 70% расходов – социальная сфера. Стали мы продвигаться как-то по решению проблемы обеспечения детей-сирот жильем. Я помню, как в 2013-2012 году на решение этой проблемы выделялось в бюджете не более 5 миллионов рублей. В прошлом году 20 с лишним миллионов рублей. А в этом году 110 миллионов предусмотрено на решение этой проблемы. Внушительную часть бюджета направят на программу развития образования, что дает шанс на решение проблемы двусменного обучения в школах. Поступало неоднократное обращение жителей, в том числе микрорайона «Орбита». Родители просят обучение односменное. Я с этим абсолютно согласна. На сегодняшний день в микрорайоне «Орбита» будет строиться второй корпус филиала школы номер 26. И в следующем году продолжится это строительство. Я думаю, что в ближайшие сроки будет предусмотрен вопрос на то, чтобы дети были переведены на обучение в первую смену. Заложены средства, вопреки прогнозам, и на Ледовый дворец в Эжве и проектирование школы в Краснозатонском. Кроме того, есть еще майские указы. Не решен вопрос очередями в детские сады, да и дороги требуют ремонта. Вот и выходит, что расходов больше, чем доходов. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.